всем привет дорогие друзья это как вы могли догадаться еженовости да очередная неделя была мною пропущена но по вполне себе важным обстоятельством я переехал из одной квартиры в другую здесь побольше места побольше пространства для того чтобы делать контент для того чтобы записывать еженовости дальше сбоев по крайней мере с моей стороны по идее быть не должно наоборот должно быть еще больше контента всевозможного и в том числе съемочного и стримового ну и текстово тоже хотя текста мне писать никто не мешал даже в маленькой тесной комнатушке в городе в надзор как обычно я не буду вспоминать то что было на прошлой неделе да мы проиграли спартаку вылетели из верхней сетки rpl попали на крон но это все уже дела минувших дней с акроном мы играем на следующей неделе тогда и поговорим в следующем выпуске у нас будет обзор сразу двух матчей не пропустите об этом мы поговорим то что произошло на неделе которая произошла с прошлой пятницы по эту пятницу разумеется главная тема это матч с ростовом который локомотив вполне себе убедительно выиграл если бы это было бинго межсезонья я бы вполне себе наконец-то поставил этот заветный крестик на победе над сильным соперником уверенной победе над сильным соперником такой пункт у нас был и в межсезонье у нас что-то как-то не удавалось а тут 3-0 хэт-трик дзюба и только вот где-то там в концовочке пропускаем уже не такой важный гол кстати очень похожий матч на матч с нижним новгородом в кубке второй матч галактионова получается там тоже 3-0 повели и тоже в концовке только сулеманов с пенальти забил так что получается есть нелюбимый счет капелла есть вот любимый счет михаила галактионова 3-1 я ничего против не имею если локомотив будет всегда побеждать 3-1 ведя 3-0 и пропуская на последней минуте я буду очень счастлив давайте к новостям матч с ростовом стал дебютным для михаила галактионова в качестве главного тренера локомотива в российской премьер-лиге он успел провести четыре кубковых поединка и только первый раз вывести команду на российскую премьер-лигу вот такой вот причудливый календарь и такие причудливые схемы турниров у нас теперь предлагает российский футбольный союз но ничего страшного но российская премьер-лига как вы понимаете это турнир на котором локомотив сейчас должен сосредоточить основные свои силы локомотива осталось 13 туров локомотив находился перед этим туром на 14 строчке и терять очки никак нельзя и неважно кто перед тобой ростов ахмат краснодар спартак цисказе нит и дальше неважно кто перед тобой локомотив должен набирать очки для того чтобы выбираться 14 троечки наверх и в этом плане календарь локомотива конечно тяжелейший правда есть одно но тяжелейший он если смотреть на турнирное положение команд но межсезонье зимнее длинное межсезонье она вносит свои коррективы и очень часто бывает что команда которая была сильна осенью и забралась очень высоко по весне начинает играть гораздо гораздо слабее и уже эти свои позиции теряет в частности если мы посмотрим на футбольный клуб ростов который был соперником локомотива на прошлой неделе то мы увидим как раз именно эту самую картину причем эта картина повторяется с ростовом примерно каждый сезон особенно каждый сезон под руководством валерия карпина они очень хорошо стартуют а вот весенняя часть им как-то не особо удается они начинают терять очки на ровном месте у них проблемы с тем чтобы забивать голы и в целом с какими-то своими игровыми идеями я в целом небольшой поклонник футбольного клуба ростов под руководством карпина мне кажется что они очень сильно перебрали очков за свою осеннюю часть ведь фактически у них есть одна классная связка это уткин камличенко уткин нареживает камличенко забивает и это повторяется из раза в раз иногда конечно камличенко подставляется внутри штрафной и бьет пенальти дмитрий полос такое тоже бывало и соответственно дмитрий полос тоже много мячей настрелял за осеннюю часть но вот конкретно какой-то игровой модели какой-то интересной игры интересный рисунок ростов не показывает и смотреть на их матча честно говоря довольно скучное занятие плюс у ростова довольно качественная оборона во главе с сергеем писяковым который хороший вратарь по российским меркам и достаточно качественной плотной обороны который не хватает звезд неба но вот в таком низком блоке в рисунке где нужно много обороняться и обороняться большими силами они действуют достаточно хорошо и это позволяет футбольному клубу ростов довольно стабильно собирать очки потому что у их конкурентов либо нету связки которая позволяет стабильно забивать голы либо нету такой плотной обороны которая позволяет эти самые голы не пропускать. Ну, в общем, на этом багаже Ростов и едет. Хватит о Ростове, давайте про Локомотив поговорим. Локомотив после того, как вылетел из пути РПЛ Кубка России, представал командой с загадкой. С одной стороны, команда, конечно, неплохо выглядела против Спартака и вполне себе могла добыть необходимый результат, будь судя поблагосклоннее, чуть лучше действуй нашей в финальной части атаки и чуть получше действуй в обороне. Да, ну, как обычно, у Локомотива в этом сезоне чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и вот она победа, а на деле 14 место. Но действительно, больших претензий к Локомотиву по второй игре со Спартаком предъявить сложно. Там самая главная проблема была в том, что Локомотив очень часто пускал Спартак внутрь своей штрафной и позволял бить поворотом Лантратова. Но Лантратов вратарь такой, которому можно позволять бить, и он в целом большую часть отобьет. Хотя против Спартака пришлось вынимать 4, но не его вина уж совершенно точно. С другой стороны, Локомотив по-прежнему команда, которая не может показать стабильный футбол. Она непонятно, на кого опирается. Галактионов постоянно тасует состав и постоянно выходят новые люди в новых сочетаниях. А на матч с Ростовом у нас еще добавилось проблем. Антон Миранчук и Станислав Макеев не могли принимать участие из-за дисквалификации по четвертой желтой карточке по иронии судьбы, которую они получили в матче с Спартаком еще вот тогда в октябре-ноябре. Как часто говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Помните, я все время говорил о том, что Максиму Глушенкову не нужно играть глубоко с правого края, как это происходит в схеме 4-2-3-1 или 4-3-3 в той трактовке, по крайней мере, как ее делает Михаил Галактионов. Из-за дисквалификации Антона Миранчука Максиму Глушенкову пришлось двигать в центр под Артема Дзюбу. На правый край отрядили Камано, слева играет Сергей Пеняев и два опорника, соответственно, под ними это Баринов и Карпукас. И это заработало, по крайней мере, заработало в той части, где мы используем Максима Глушенкова. Если против Спартака и всех соперников по товарищеским матчам на сборах Галактионов ставил Глушенкова на правый край и Глушенков там абсолютно терялся и очень мало что делал полезного для команды, но только подавал стандарты и иногда его выводили на удар, то на позиции под нападающим Глушенков раскрылся и стал одним из самых активно действующих футболистов на поле. Примерно то, что я от Глушенкова и ждал, что он будет заходить в штрафную, что он будет бить поворотом, что он будет отдавать передачи и что он будет постоянно привлекать к себе внимание со стороны защитников. Когда он играл справа, этого не было. Он постоянно где-то тусовался в центре поля, он постоянно отыгрывался там с крайним защитником, с Бариновым, например, или с Антоном Мирончуком. И все на этом. Опасности внутри штрафной он вообще не представлял. Теперь же картина получилась совершенно иная и эта картина лично мне нравится. Но тут появляется новая головная боль. А как сочетать Максима Глушенкова, которому нужно играть либо вторым нападающим, либо под нападающим, но в центре, и Антона Мирончука, который вообще-то с позиции атакующего полузащитника забил два сумасшедших мяча в ворота Спартака в кубковой игре и пропускал эту игру только потому, что у него дисквалификация. Я думаю, что экспериментов с тем, чтобы сажать Антона Мирончука на лавку у Галактионов проводить больше не будет. Дурацкий достаточно эксперимент, прямо скажем. А надо еще помнить, что есть как минимум Сергей Пеняев, которого тоже никуда не усадишь на лавку. Есть Артем Дзюба, который сделал хэтрик в ворота Ростова. И как? Как вы будете размещать их всех на поле одновременно? Как часто любят говорить комментаторы, это приятная головная боль, когда у тебя есть выбор из достаточно хороших футболистов атаки. Но вот у нас есть явный дисбаланс, потому что, ну хорошо, слева отлично бегает Пеняев по центру. У нас сразу три человека могут сыграть. Это Антон Мирончук, Максим Глушенков и Рифат Жамалединов, который выздоровел и сыграл свои первые минуты в матче с Ростовом. А с правого края играть некому. Туда ставят Камано, он проваливается. Туда ставят Максима Глушенкова, он проваливается. Керка мы отдали, возвращать Рифата направо тоже, как мне кажется, уже давно пройденная песня. Как будем играть с Ахматом, я не знаю. Честно говоря, не думаю, что здесь есть какое-то правильное решение вопроса. Я в свое время предлагал 4-4-2 в виде ромба, так чтобы у нас были Дзюба и Глушенков нападающие, под ними, например, Антон Мирончук. Но куда девать в такой схеме Пеняева, я уже не знаю. Видимо, придется кем-то жертвовать и кого-то ставить на правый фланг либо того же Максима Глушенкова, либо, например, Антона Мирончука. Он тоже когда-то играл на фланге где-то лет 5 назад, правда, на другом фланге. И это было довольно неплохо. Посмотрим, может быть, Антон откроет в себе заново эти возможности. Что мне определенно нравится, так это то, что тренерский штаб в голове с Михаилом Галактеновым постоянно проводит работу над ошибками. Мне, конечно, не нравится то, что эти ошибки в принципе совершались и на первый матч со Спартаком выходил в стартовом составе Даня Куликов. Но то, что тренер учится, то, что тренер осознает умения своих футболистов и сажает кого-то в запасы и кого-то из этого запаса достает, мне определенно доставляет удовольствие. И вот уже на матч с Ростовом, например, мы не видим Игоря Смольникова. Хотя, как только Локомотив подписал Смольникова, фактически в каждом следующем матче Смольников выходил в стартовом составе. Но играл очень так себе. И фактически, если первый матч со Спартаком еще можно было списать на то, что вся команда играла так себе, то во втором Смольников просто был не уровень футбольного матча, в котором он принимал участие. И то, что он сел в запас, а вышел Максим Нинахов и провел очень добротный матч, говорит о том, что у Галактенова нет вот этих вот самых навязанных любимчиков, не обязательно то, что игрок опытный будет попадать в состав. И это хорошо, это пойдет на пользу команде. И я надеюсь, что Смольников сам адекватно понимает ситуацию и понимает то, что в данный момент его форма очень далека от идеала, от того, что нужно Локомотиву. Локомотиву на позиции крайнего защитника нужно, чтобы человек бегал вперед, делал передачу над Зюбу, заходил в штрафную, постоянно смещался в центр. Это, кстати, довольно интересное тактическое новшество. До этого Локомотив так не играл. Теперь, если вы посмотрите, у нас крайние защитники, что Найер Текнезиан, что Максим Нинахов постоянно смещаются чуть ли не к центральному кругу, в то время, как ширина поля отдается именно крайним нападающим Пеняеву и Камано. В меньшей степени Камано, потому что Камано за весь матч сделал одну передачу вперед. Это статистика Вайскаута, это не мои придумки. Но Сергей Пеняев слева очень здорово разгоняет атаки. Он сам часто смещается, когда у него есть мяч, но когда у него мяча нету, он играет очень широко. А вот центр занимает именно Найер Текнезиан, и это, как вы видите, уже активно приносит свои плоды, потому что у него голевая передача во втором матче со Спартаком, у него голевая передача соответственно в матче с Ростовом, и оба раза это были очень важные голевые передачи на первый гол. Да, те самые передачи, которые позволяют Локомотиву открыть счет. Ну, в данном матче с Ростовом открыть счет, а в матче со Спартаком сравнять счет. Это не пятые, не седьмые, не двадцатые голевые передачи в матче, так что здесь Найер Текнезиан молодец. Справа края чуть меньше активности, чуть меньше продуктивности, но тоже все очень и очень неплохо. Максим Нинахов постоянно чистил за нашими центральными защитниками, за Кузьмичевым, за Конти, и тоже смещался в центр, тоже раздавал передачи, и в общем и целом поджимал атаку. Гол третий возник как раз из того, что Максим Нинахов оказался в центре, отдал на край Камоно, Камоно поборолся, навесил на Глушенкова, Глушенков скинул на Дзюбу, Дзюба забил гол. Простая, красивая комбинация, которых я очень редко видел в исполнении Локомотива. Мне такие комбинации доставляют удовольствие, потому что это именно футбольный хлеб. Я много раз повторял эту фразу, что, конечно, очень круто, когда у тебя кто-то забивает там дальним ударом, как Антон Миранчук в ворота Спартака, но ты не поставишь такие вещи на поток, ты не можешь надеяться и рассчитывать на то, что ты отдашь мяч к Миранчуку, он пройдет и забьет с правой ноги в девятку. Когда-то это будет получаться, когда-то это не будет получаться. А вот такие вещи, как третий гол ворота Ростова, они будут проходить в каждом матче, потому что ты просто отдаешь на фланг и просто нужна качественная подача, которая перелетит всех или, по крайней мере, найдет гола у кого-то на ближней штанге. Все зависит только от тебя. Сделаешь ли ты эту хорошую подачу, это не так сложно. Добежит ли у игрок на нужную позицию, скинет ли на дальнюю и будет ли на дальней Дзюба. Здорово, что это прошло в матче с Ростовом. Можно надеяться, что такое будет и в дальнейшем. Ну и пока я практически не говорил об Артеме Дзюбе и, честно говоря, не хочу петь ему диферамбы. Мое отношение к Артему Дзюбе вы прекрасно знаете. Я был уверен, что это человек, который поможет Локомотиву, что Дзюба это такой форвард, который сможет помогать клубу, даже, когда нету особо какой-то тренерской мысли, нету какой-то игры, нету какой-то идеи. Потому что Дзюба в любом своем состоянии все равно будет делать то, что он умеет. Скидывать мячи, бежать в створ ворот, замыкать передачи, бороться, толкаться, бодаться. Это все он умеет и он умеет это делать, наверное, лучше всех в России. И это хорошее подспорье для борьбы за выживание. Проблема будет в том, что Локомотиву не всегда придется, я надеюсь, бороться за выживание и когда-то придется бороться за высокие места. Но для борьбы за высокие места, наверное, все-таки Артема Дзюбы не хватит. Это тоже хорошо, такая опция тоже важна и она позволит обыгрывать всякие там команды из нижней половины таблицы. Но для того, чтобы обыгрывать Спартак, для того, чтобы обыгрывать Зенит, ЦСКА и другие команды, у которых есть качественные центральные защитники, скорее всего, такого вот инертного достаточно Дзюбы будет не хватать. И нужен будет еще один нападающий или еще один полузащитник, который будет брать игру на себя и забивать голы. Надеюсь, надеюсь, что такой нападающий у нас есть. Например, Сергей Пеняев. Блестящий футболист. Я еще раз распишусь любви к нему, но то, что он делает на поле, это чисто восхищение. Особенно, учитывая, что ему 18 лет и 19 исполнится еще только там через полгода, даже больше. Просто шикарнейший парень. Но сейчас это матч Артема Дзюбы. Сейчас Артем Дзюба забил гол, когда просто подставил ногу под скидку Текнезяна, подкараулил ошибку защитников и замкнул дальнюю штангу. Ничего сложного. Казалось бы, любой так может делать, но так делает уже на протяжении последних 15 лет только Артем Дзюба. Ну, вот такой вот он человек. Точнее, такой вот он футболист. А какой он человек? Ну, каждый для себя решает сам. Интервью он давать любит, разговаривать он любит, поэтому никаких секретов здесь нету. И, конечно, он может вызывать хейт, и у многих он вызывает хейт. Я к этому отношусь гораздо более спокойно. Честно говоря, я даже интервью его Нобелю то самое нашумевшее смотреть не стал, потому что, ну, честно говоря, меня очень мало интересует, что конкретно Дзюба наговорил в этом интервью. Здесь и сейчас Дзюба забивает голы за локомотив. Если бы он что-то говорил про локомотив, меня бы это интересовало. А что он думает про тренеров, с которыми он работал, что он думает про команды, с которых он играл? Ну, честно говоря, не так сильно важно. Лично для меня у вас может быть другое мнение, и это абсолютно ваше право. К сожалению, долго порадоваться победе не получилось, потому что на послеманчевой пресс-конференции Михаил Галактионов сказал о том, что после тяжелой операции на сердце, после долгой болезни скончался переводчик команды Мурат Сасев. Переводчики это такие люди, которые не просто доносят какую-то мысль от тренера до игроков команды, которые не понимают русского языка. Переводчики в российских футбольных клубах это ближайшие друзья и соратники всех иностранцев, поэтому ничего удивительно в том, что после того, как эта информация появилась в информационном поле, весь инстаграм взорвался скорбными постами от наших иностранцев, даже тех, кого уже давно в команде нету. Его дружелюбность, его открытость, она подкупала абсолютно всех, и не часто так бывает, чтобы болельщики сильно полюбили переводчика команды. Например, во многих других клубах, я уверен, что болельщики даже имен переводчиков не знают, а у нас Мурат Сасьев это действительно был культовой фигурой благодаря тому, как он переводил, благодаря его чувству юмора, благодаря тому, как он пел периодически в различных видео от Лока ТВ, как он праздновал победу в чемпионском сезоне, в последующие сезоны, и Мурат Сасьев был душой команды, и его уход это огромная потеря, и это огромная трагедия для всего Локомотива. К сожалению, теперь Локомотиву придется каким-то образом обходиться без его жизни радостности и без его теплоты, радушия и желания помочь любому в любой ситуации. Это невосполнимая потеря, к сожалению, нам теперь придется как-то жить без Мурата с Асиевом. После победы над Ростовом Локомотив в Баковке начал подготовку к Ахмату и по большому счету сказать про эту подготовку особенно нечего, ну кроме того, что, например, мы часто видим видео Рефата Жамаледдинова, он тренируется абсолютно наравне со всеми, и видно, что он уже в основной группе без каких-либо ограничений. Ну, собственно, тому доказательство то, что он вышел на 10 минут в матче с Ростовом. А вот Локоса Фасона на этих тренировках не видно вообще, и это большая проблема, потому что, вот, например, сейчас, когда у нас не было Макеева по причине дисквалификации, двумя центральными защитниками играли Конти и Кузьмичев. И надо сказать, что игра в обороне, при том, что Локомотив выиграл 3-1, при том, что он вел в счете 3-0 большую часть времени, каждый навес в нашу штрафную площадь, каждый пас в глубину постоянно заставлял очень сильно пугаться, потому что они проходили, они проходили в матче со Спартаком в большом количестве, они проходили в матче с Ростовом, и Харен Байрамян крутил позвонки абсолютно всем игрокам обороны Локомотива. Камличенко, мне кажется, выиграл больше половины воздушных единоборств, что на самом деле нонсенс. Я смотрел потом статистику Вайскаут, и практически ни у одного игрока Локомотива нету больше 50% выигранных единоборств. Единственный такой футболист это Максим Нинахов. все остальные чаще проигрывали единоборство футболистам Ростова, чем выигрывали их. И то, что Локомотив повел с достаточно комфортным для себя счетом, это скорее заслуга, например, Лантратова, который сделал феноменальный сейф на 12-й минуте. Это заслуга игроков Ростова, которые не попадали из достаточно убойных позиций по воротам Локомотива, но не заслуга защитников Локомотива, которым нужно играть на гораздо более высоком уровне для того, чтобы претендовать на высокие места. Да, я все время буду апеллировать к этому, потому что в моей голове Локомотиву нужно претендовать на высокие места. То, что мы находимся сейчас уже на 13-м месте, это временная позиция. И чтобы двигаться вверх, нам нужно серьезно улучшать свою игру. Но как это сделать, когда у тебя пара защитников Кузьмичев-Конти, я, честно говоря, не очень понимаю. Ладно, Конти. Конти еще хоть какие-то перспективы имеет, он достаточно неплохо в итоге оказался в борьбе. Он чувствует, когда может пойти вперед, когда ему лучше не идти вперед, но при этом интенсивность его игры оказалась довольно низкой. А точность передач пока, а может и не пока, вообще оставляет желать лучшего. Кузьмичев же гораздо чаще был на мяче, и от того, наверное, его ошибки гораздо более явно бросались нам всем в глаза. И, честно говоря, просто не хочется видеть Кузьмичева основным центральным защитником Локомотива, по крайней мере, в ближайшие 3-4 года. Пускай хоть Погоснов играет на ошибки футболиста 19 лет, смотреть как-то мне лично морально проще, чем на ошибки Кузьмичева, который уже далеко не первый сезон проводит во взрослом футболе. И я не уверен, что Стас Макеев, когда вернется, каким-то образом серьезно исправит эту ситуацию. Для меня исправителем этой ситуации должен стать Лукас Фасон, но его лечение от уже ставшей достаточно стандартной в футболе травмы крестообразных связок как-то затянулось, потому что по моим подсчетам он должен был в феврале уже начать более-менее заниматься на поле и, соответственно, к марту входить в общую группу и где-то к середине марта получать свои первые минуты на поле. Но сейчас мы его вообще на поле не видим и мы его вообще не видим нигде. Может быть, конечно, он на какую-то там финальную реабилитацию в Германию поехал, черт его знает, такое тоже бывает, но нам же ничего об этом не говорят и я лично по этому поводу очень сильно грущу. Для меня, конечно, линия обороны вызывает очень большой страх. Перед каждым матчем, не только перед матчем с топами, а вообще вот сейчас будет матч с Ахматом, я снова боюсь, что вот выйдет Бериша и что мы с ним будем делать. Пока не знаю. Наверное, об этом должен знать Дмитрий Ульянов, который на этой неделе выдал достаточно большое интервью телеканалу Матч ТВ, точнее, с сайту Матч ТВ и рассказал о многих вещах, которые вроде как, по мнению корреспондента Матч ТВ, должны интересовать болельщиков локомотива. Например, о том, сколько же получает Артем Дзюба, 2,5 миллиона рублей в месяц или 4 миллиона рублей в месяц. А сколько было агентских в переходе Дзюбы в локомотив свободным агентом? Кто-то ведь говорит, что целых 7 миллионов рублей. Это же огромная сумма, это же по нынешним меркам аж 100 тысяч евро. Разве может футбольный клуб локомотив просто так разбрасываться такими суммами? Это непорядок. Ну и очень много вопросов в таком же духе. Это говорю немножечко сарказмом, потому что лично для меня абсолютно непонятно, какая разница, получает ли Артем Дзюба 350 тысяч евро или 600 тысяч евро в год, не в месяц, в год. Напомню, что 2 года назад Артем Дзюба получал 3,5 миллиона евро, а сейчас он в локомотиве получает то ли 350 тысяч, то ли 600 тысяч, а может быть он получает 800 тысяч евро. Мне плевать, это суммы, которые в масштабах локомотива, в масштабах футболистов локомотива вообще не играют никакой роли. Это не очень высокооплачиваемый футболист, как ты это не крути. И зачем копаться вот именно в этом, я не понимаю. Лично мне было бы гораздо интереснее узнать, по каким критериям выбрали Германа Конти, а не Ноэ Дюссена, потому что казалось, то что Ноэ Дюссен по всем параметрам сильнее, чем Конти, и он гораздо более адаптирован к европейскому футболу, и он гораздо чаще играл в морозы, потому что Герман Конти, как опять же об этом сказал Дмитрий Ульянов, никогда не играл при температуре ниже, чем минус один, и узнали они об этом из личного разговора накануне игры со Спартаком. не когда они обсуждали эту кандидатуру, не тогда, когда думали о том, нужен им Конти или не нужен. Ага, а вот он все время играл только в Латинской Америке, и дальше Португалия не заезжала, это довольно теплые страны, и может быть, Конти будет плохо адаптироваться. Нет, не тогда, они это узнали, тогда, когда поговорили с Конти накануне матча со Спартаком. Ну, мне это не кажется качественной селекционной работой, хотя, все покажет результат. Совершенно не было ничего спрошено о том, как вообще строится селекционная работа, как строится работа спортивного отдела, который возглавляет нынче Дмитрий Ульянов. Есть ли селекционный отдел в локомотиве, или всех игроков просто предлагают агенты. Кто обсуждает эти кандидатуры? Вроде как спросили, но никакого ответа не получили, и дальше просто уточнили, а нет ли среди тех, кто входит в трансферный комитет Поляцкина и Андреева. Ну, хорошо, мы узнали двух человек, которых точно нету в трансферном комитете, хотя они могут стоять рядом с трансферным комитетом и, например, что-то нашептывать тому же Ульянову. Ну, как вариант, да? Это абсолютно бесполезная информация, которую зачем-то спрашивает журналист, и она нам не дает вообще ничего. А вот, например, какое влияние имеет Михаил Галактионов на работу трансферного комитета, мы не узнали. Мы узнали о том, что игроки Сергей Пеняев и Максим Глушенков в том числе перешли в Локомотив, потому что в свое время играли в молодежке у Галактионова. Но просил ли Галактионов этих футболистов, или, может быть, он просил кого-то еще из своей молодежной сборной, вот этого мы не узнали, и об этом даже не было какого-то вопроса задано. И вот в таком духе проходит все интервью. Я более-менее подробно его разобрал у себя на канале Бусти, поэтому, если хотите, подписывайтесь, там прям конкретно по абзацам я писал свои комментарии к этому интервью. У меня нет никаких претензий к Дмитрию Ульянову, по крайней мере, вот на данный момент, когда Локомотив только провел трансферную кампанию, и вот мы сейчас смотрим на ее результаты. Как минимум, Дзюба это уже оказался хорошим выбором. Хэтрик, когда такое последний раз бывало. Кстати, недавно, когда Игнатьев Оренбургу забивал, но тем не менее. Но вот к журналистской работе у меня который раз есть огромные претензии, потому что такое ощущение, но это не ощущение, это правда, это факт, что интервью берут люди, которым плевать на самом деле на Локомотив. Они спрашивают то, что как им кажется будет интересно людям, которым интересен этот человек. Ну, соответственно, Дмитрий Ульянов может быть интересен только болельщикам Локомотива и, соответственно, они думают, а что вообще может быть интересно болельщикам Локомотива? Ну, наверное, зарплата Дзюбы, ну, наверное, сколько клиентов Шпенева в Локомотиве. Но каких-то вот важных вопросов, например, по ушедшим игрокам, да, вот вскользь, совершенно вскользь упомянули Керка, который ушел в Антверпен и сейчас в шести матчах делает 4 плюс 2. И Ульянов говорит то, что, ну, вот мы составили список игроков, которые не очень нужны тренеру. Вам серьезно не нужен Джорана Керк, который сейчас забивает 4 гола и отдает 2 голевых передачи в чемпионате Бельгии за Антверпен, при том, что у вас на правом фланге играет Камано или стоит Глушенков в центре поля. Серьезно? Ну, ничего себе, это очень интересная информация. И сказано об этом было как-то буднично. Ну, типа, Керк не захотел конкурировать с Сергеем Пеняевым, Максимом Глушенковым и Вадимом Раковым. Сергей Пеняев, который играет на левом фланге, Вадим Раков, который на сборах играл исключительно в центре поля, и Максим Глушенков, который вообще-то второй нападающий. Так, может быть, вы бы с ним поговорили и рассказали о том, что вообще-то вместо правого полузащитника вполне себе может остаться за Джоран и Керком, а все остальные на эту роль не особо претендуют. Нет, нам просто не нужен Керк. Мы просто будем играть без правого фланга, а зачем он вообще нужен? Бомбит. Ничего не узнали про других ушедших. Например, на каких условиях ушел Мампаси и Раконец. Например, я слышал и читал в сербской прессе о том, что сумма выкупа за марка Раконец составляет 1 миллион евро. Звучит странновато, да, зачем мы берем и отдаем этого игрока за такие маленькие деньги. Я знаю, что у многих у вас большой скепсис по поводу Раконеца, но тем не менее мы его всего полгода назад купили за 2,5 миллиона евро. Зачем мы сейчас закрепляем право выкупа в 1 миллион евро? А если он в церквении звезды заиграет и мы могли бы его продать дороже? Нет, мы уже закрепили 1 миллион евро. Ну, странная ситуация и для меня, честно говоря, не очень понятная. Самый, наверное, момент, который все отметили, все прочитали и удивились, это момент с Уилсоном и Сидором, поэтому здесь я вам просто перескажу, что Уилсон и Сидор уезжал в Лион абсолютно здоровым человеком, причем очень мотивированным и желающим помогать локомотиву в весенней части. Но появилось предложение от Лиона, и он такой весь бодренький побежал в этот самый Лион проходить медобследование. Там, в этом злосчастном Лионе, нашли у него какую-то, якобы застарелую болячку. И Уилсона и Сидора это так впечатлило, что он приехал и теперь тренироваться не может. И эта застарелая, вымышленная болячка оказалась вполне реальной. Когда он ее получил, когда он от нее вылечится, когда он поможет локомотиву, нет никаких пониманий. Ульянов говорит, что мы на него рассчитываем, а инсайдеры из Спорт-Экспресса говорят о том, что Уилсон и Сидор локомотиву до конца сезона не помощник. Короче, как ничего не было понятно, так ничего и не понятно до сих пор. Уилсон и Сидор был здоров, играл в товарниках, слетал во Францию, вернулся, и у него теперь болячка, которая ему не позволяет играть в неопределенный отрезок времени, такой, что даже агент его не знает, сколько еще Исидору лечиться. Странная, темная история, а Исидор бы нам сейчас очень сильно не помешал, опять же, в контексте отсутствующего игрока на правый фланг. Представьте себе, с одной стороны реактивный Пеняев, с другой стороны реактивный Исидор и Дзюба, который им всем скидывает мячи. Ух! Я бы на это посмотрел, но удастся ли мне это сделать, к сожалению, никто не знает. В одном из прошлых выпусков вы просили побольше, чтобы я вам рассказывал об игроках, которые были арендованы у Локомотива. Про Керка я вам уже рассказал. В прошлой игре он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Он там бомбит и даже если Антверпен не захочет его выкупить, то, скорее всего, найдется какой-нибудь другой клуб, который увидит то, что Керк действительно готов играть в большой футбол, в современный футбол, в быстрый футбол, готов забивать даже достаточно большим командам. Продолжает бомбардирить Ян Кухт. Он тоже забивает достаточно много, достаточно важных голов. И болельщики уже обратились к руководству Спарты с тем, чтобы они не тянули, чтобы они обязательно выкупили Яна Кухту за оставшиеся 4 миллиона евро. Но президент Спарты или какая у него там должность сказал, что нету необходимости решать этот вопрос срочно. Деньги для Спарты большие, право выкупа у Спарты прописано, они могут им воспользоваться в любой момент, поэтому некуда торопиться, но Ян Кухты естественно их очень сильно радует и они думают о том, где бы найти эти самые деньги, чтобы Яна выкупить. К сожалению, про Педрингию ничего хорошего сказать вам не могу. До поры до времени он впечатлял болельщиков Сан-Паула и сам говорил о том, что очень хочет остаться в этом клубе и сделать все возможное, чтобы его выкупили. Но буквально неделю назад пришла новость о том, что его подруга обратилась в полицию об инциденте с применением насилия со стороны Педриньо к этой самой подруге. Сан-Паула высказался сразу с ярым осуждением любого насилия в отношении женщин, а Педриньо сказал, что он попросил Сан-Паула отстранить его от игр на время, пока идет расследование. Так что в ближайшее время Педриньо на поле мы не увидим и вполне возможно то, что уже летом Педриньо отправится обратно в Россию, где не так строго относятся к различным эпизодам с участием футболистов и их жен. Жалко, Педриньо в общем и целом неплохо начал в Сан-Пауло и вполне мог заявить о себе как о хорошем футболисте. Но нездержанный характер, судя по всему, пока мы не знаем чем закончится расследование, можем только предполагать, что нездержанный характер играет злую шутку с этим футболистом. Марко Раконец пока не выходит за Цервену звезду. У Цервены были тяжелые матчи, в том числе с партизаном главным соперником, с Бачкой Топола, который тоже играет достаточно хорошо и идет высоко в турнирной таблице сербского чемпионата. И, соответственно, Марко Раконец пока не привлекают к этим важным ответственным матчам. Ждем в следующих поединках, которые для Цервены скорее всего будут гораздо более простыми, что Марко появится и, наконец, откроет счет своим голам. По крайней мере, его агент говорит о том, что в товарищеских матчах Марко Раконец забивает исправно. Ну и остался еще Марк Мампаси, который на прошлой неделе попал в заявку своего футбольного клуба турецкого, а до этого почему-то его не могли зарегистрировать. Ну, вы сами понимаете, в Турции сейчас довольно тяжелая обстановка и как там проходит футбольный чемпионат уже не совсем понятно. Продолжаем следить, пока Мампаси на поле не появлялся. На этой неделе нас ожидает возвращение сразу многих локомотивов. Это и женский локомотив, это и молодежный локомотив, и юфуэльный локомотив. И, конечно же, свой матч против Ахмата проведет главный локомотив, а потом еще и поедет в Жигулевск играть против Акрона в Кубке России. Матчей будет очень много. Я, наверное, остановлюсь и сконцентрирую ваше внимание на игре команды 2006 года рождения в финале зимнего первенства Москвы, в котором локомотив обыграл Динамо со счетом 3-1. Хэтрик на счету Артема Корнеева, и, на мой взгляд, вам стоит запомнить эту фамилию. Опять же, вы часто просите у меня побольше рассказывать о молодежи. Вот вам десяточка. Артем Корнеев может отдать передачу, может забить сам. И это уже 2006 год рождения. Раков всего на год старше, и он уже полноценный игрок основного состава. Так что, глядишь, и Корнеев тоже туда когда-нибудь попадет. Ну, а еще чуть раньше было приобретение Станислава Топинки из Чертанова, и этот футболист уже перешагнул команду 2006 года рождения и играет за молодежную команду. А это я очень люблю и всегда приветствую, когда такие перешагивания случаются. Значит, что Топинку мы тоже можем достаточно обозримым в ближайшем будущем увидеть и в основной команде. Следим, смотрим. Первые матчи уже к моменту того, как это видео выйдет на YouTube, уже будет сыграно. Молодежная команда начинает в пятницу раньше всех. Ждем, болеем и верим во всех ребят. С вами был Тим, и я продолжу вам надоедать всей вот этой вот ютуберской шелухой о том, чтобы вы подписались, о том, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий, а если уж вам совсем понравилось это видео, то скинули его на какой-нибудь локомотивский ресурс. В описании вы найдете ссылки на Telegram канал, на Boosty канал, на VK Play Live, где мы проводим прямые трансляции, и в этом месяце их опять будет много. Локомотив играет в российской премьер-лиге, Локомотив играет с Акроном, потом еще матчем. Если, дай бог, Локомотив пройдет Акрон, то следующий матч. Короче, много всего будем смотреть, сборную России обязательно посмотрим. Туда включено большое количество игроков Локомотива, кстати, забыла про это сказать, а, наверное, стоит, что довольно большое количество игроков Локомотива с 14-го места взяты в сборную России больше, чем игроков из Зенита. Это Макеев, это Антон Миранчук, это Карпукас, это Дмитрий Баринов, и это Сергей Пеняев. Не хватает лично мне Максима Глушенкова и Артема Дзюбы, но вряд ли Валерий Карпин Артема Дзюба вызовет еще когда-либо. Да, и, конечно, Илья Лантратов, учитывая, что Карпин вызвал 6 вратарей, но не вызвал Илью Лантратова, это выглядит, конечно, как полное безумие, но это выбор Карпина, честно говоря, чем меньше игроков уезжает в сборную России, тем лучше, но последить будет за кем, тем более, что даже Алексей Миранчук вроде как должен приехать на этот сбор и сыграть как минимум против сборной Ирана. Короче, будем смотреть, и вы подписывайтесь на ВК Плей Лайв, чтобы мы смотрели это все с вами вместе. Вот теперь точно все, и пока!